Интересно, что вот в этом контексте, о чем говорил президент Зеленский, он об этом рассказал, он разговаривал с Трампом и он сказал на брифинге в Брюсселе, он это рассказал, потому что у него потом спрашивали про ядерное оружие вчера, он сказал, что обсуждал с Трампом вопрос вступления Украины в НАТО. И, по словам Зеленского, он привел в пример Трампу Будапештский меморандум, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия, кстати, напомню, от одного из самых больших потенциалов ядерного оружия, это второй или третий, да, ядерный потенциал во всем мире тогда был, Украина отказалась от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России, которые должны были защищать территориальную целостность Украины, однако соглашения не сработали. Зеленский добавил, что гарантия безопасности Украине может дать или ядерное оружие, или вступление в НАТО. Он отметил, что Украина выбрала альянс. По словам президента Украины, Трамп назвал эти аргументы справедливыми. Савик, что вы думаете по поводу, мы уже не раз, кстати, в прошлом говорили про Будапештский меморандум, но ведь это правда, то, что и США, и Великобритания, и Россия, смешно сказать, ну и, кстати, Китай, да, который там присутствовал, они ведь являлись, ну, по справедливости, по чести, да и по международным документам, они являлись и являются гарантами того, что мы, отдав ядерное оружие, тогда два президента Украины это делали, Кравчук и Кучма, мы будем защищены с точки зрения притязаний на наши территории, кстати, там еще даже экономическая безопасность тоже записана, не только территориально, экономическая. Что вы думаете про эту дискуссию про ядерное оружие? Ну, смотрите, я тоже, я вчера, ну, краем уха послушал Александра Невзорова, он тоже к этому прицепился, что вот Украина может создать свое атомное оружие, ядерное оружие, да, и Путину от этого стало плохо. А с точки зрения моральной, конечно, Украина имеет право создавать ядерное оружие, потому что Будапештский муморандум оказался бумажкой, да, абсолютно бесполезной. Поэтому моральное право у Украины, безусловно, есть. А политическая целесообразность – это уже вещь вторая. То есть Украина может стать страной, вы понимаете, вот либо вы ведете себя, как ведет себя Израиль, которому абсолютно пофигу, что мир думает о них, да, но за их спиной пока стоят Соединенные Штаты. Я говорю «пока», потому что вот уже разговоры такие, что не приветствуется то, что творит Израиль с гражданским населением в Газе и в Ливане. Но Украина, я не думаю, что Украина это будет делать. Я не думаю, что Украина возьмет, создаст, не знаю, грязную ядерную бомбу или возобновит ядерное производство. Конечно, еще люди есть той эпохи, у которых есть и знания, и возможности, умения это все сделать. Я не думаю, что Украина пойдет на такой шаг, хотя в будущем не исключено, потому что ведь даже если какое-то мирное соглашение будет найдено, то все равно доверять России Украина не будет еще очень долго, да, еще несколько поколений. И поэтому, может быть, Украина и вернется к производству ядерного оружия. Да, тут я говорю с точки зрения моральной вообще никаких вопросов, да, потому что если вы обещали нам сохранить нашу территориальную целостность, да, и в момент, когда мы ее начали терять, вы ни слова не сказали, и пальцем не шевельнули, ну, я имею в виду 2014 год, да, то мы имеем моральное право сказать, что, ребята, это, как говорил Бисмарк, бумажка, то есть эта бумажка не стоит вообще, вообще ничего. То есть написанная на этой бумажке, да, вот, и с этой точки зрения да, но я думаю, что сейчас не совсем время вести разговор об этом, потому что, во-первых, понадобится время, во-вторых, конечно же, шпионская сеть России в Украине огромная, пятая колонна огромная, в том числе на высших постах, и поэтому Россия все будет знать, и помешать этому Россия, она не будет, она не будет, там, два раза задаваться этим вопросом. Поэтому сейчас это, ну, вот сейчас это как раз не на часе, вот этот разговор, и вообще, ну, вообще, да, вообще это, я думаю, что, ну, нельзя так жить, конечно, так жить нельзя, потому что, если вы обещаете, знаете, пацан сказал, пацан сделал, в конце концов, да, то есть, ну, если вы, ребята, нас лишили, ну, какой-то формы гарантии нашей безопасности, пообещав нам, что вы нас будете защищать, ну, так если вы этого не делаете, тогда мы сами будем защищаться так, как мы считаем нужным. Я тут с точки зрения моральной не вижу вообще никаких препятствий. Президент США Джо Байден прибыл в Германию, таки прибыл в Германию, потому что долго об этом говорили, писали, так как он откладывал свой визит, и Рамштайн из-за этого откладывался, потому что в Америке были ураганы, президенту было не с руки ехать. Вот сейчас он наконец-то прилетел в Германию, Ройтерс пишет, что он намерен обсудить вторжение России в Украину с лидерами Германии, Франции и Великобритании, но также будет одна еще тема и конфликт на Ближнем Востоке. В США ожидают, что ликвидация лидера Хамас Синвара может приблизить прекращение огня в Газе. Савик, вот от этого визита Байдена что нам ожидать? Ну, я думаю, для него было бы очень важно достичь прекращения огня в Газе и прекращения огня на севере Израиля и на юге Ливана. Ну, это прекращение огня, конечно, не приведет к миру, это понятно, что это просто временная мера, но эта временная мера помогла бы Камале Харрис очень существенно, мне кажется. Она бы набрала больше голосов, еще больше, потому что сейчас равновесие. Сейчас один день перевес у Трампа, другой день перевес у нее, идет борьба за каждый голос, голоса женщин, голоса афроамериканцев, голоса арабские, голоса мусульманские, голоса еврейские. В общем, там за каждый голос идет ожесточенная борьба. Поэтому для него, конечно, вот сейчас приоритетом было бы прекращение огня там, потому что это тема номер один, и, вы понимаете, на всех практически кампусах американских университетов постоянные манифестации, демонстрации и проявления антисемитизма, между прочим. И проявления антисемитизма, они становятся все чаще и чаще, мы их видим. Поэтому для него, конечно, я думаю, для Байдена было бы очень важно это. А что касается Украины, ну, это, к сожалению, вот в эти две недели, это будет как бы такой вопрос, который, я думаю, не будет очень активно обсуждаться. Я так думаю. Но потом, а вот представьте себе, что выигрывает Байден, то есть Байден, простите, если бы выигрывает Трамп. И вот 20 января он вступает в должность. И вот Трамп, то есть президент 20 января, а Байден практически хромая утка до 20 января. Понимаете, ну, вот и такая ситуация может быть. И это же для Украины, ну, судя по всему, не сулит ничего такого положительного. Я не знаю, может случиться чудо, на что некоторые надеются, да, что вот вдруг Трамп возьмет и полностью изменит свою позицию, потому что он не захочет, чтобы Россия стала там сверхдержавой и покорила Украину со всеми ее ресурсами, да, и управляла, тогда уже управляла реально большой частью Восточной Европы и уже сама бы стала большой угрозой для Европейского Союза и НАТО. Может быть, может такое произойти, но так как он абсолютно не чувствует Европу, так как он ее не любит, это так, мягко сказано, да, не любит, так как НАТО, он считает, это организация, которую тянет, которую тянут Соединенные Штаты, а другие не доплачивают, то вот я как-то не вижу вот очень хорошего исхода в случае победы Трампа. Если выиграет Камала Харрис, то Байден будет полноценным президентом до 20 января. И там он что-то конкретное, историческое может сделать. Вот так, я бы сказал. А что касается переговоров с Германией и Францией, ну, вы знаете, ведь Европа очень встревожена. Европа реально встревожена. И Великобритания тоже встревожена, между прочим. Да, не то, что Трамп будет большим другом нынешнего премьер-министра Англии, да, то есть лейбориста, не думаю. А я думаю, что вся Европа встревожена и по вопросам безопасности, во-первых, и по вопросам торговли, во-вторых. Да, потому что Европа, то есть Европейский Союз является главным партнером торговым Соединенных Штатов, и Европейский Союз в плюсе. А как говорит всегда Трамп, когда кто-то в плюсе, да, в результате двусторонней там торговли Соединенными Штатами, они забирают наши рабочие места. Значит, он на европейские всякие продукты там повысит тарифы, и начнется вот эта вот такая вот торговая, ну, не война, но схватка. То есть, понимаете, я вам говорю, что сейчас вообще предвидеть что-то очень-очень, я не знаю, очень сложно. Да, я вот слушаю очень умных людей, там, Ювала Харари, там, и других философов, историков, теологов, да, и, конечно, все в очень затруднительной, в очень затруднительной, что человечество идет не туда, и, в общем, как вернуть человечество на праведный путь, ну, ответа пока нет. Да, потому что вот вся эта их теория, что войны больше не будет, все хорошо, мирный мир, люди такие цивилизованные, человечество молодец, оно на самом деле вот сейчас разбилось просто в дребезги, вся эта философия, на которой мы жили последние лет 20-30, понимаете? Потому что оказалось, что нужны люди действия, нужны люди поступков, что добро должно быть с кулаками, вот и это важно. А добро оказалось вот такое, вот такое, как Запад, лучше мы поторгуем, лучше мы выразим, там, обеспокоенность, лучше мы не будем дрочить наше такое вот зло, которое тут против нас воюет. Вот и все. И поэтому, конечно, сейчас эти все философы, ну, разводят руками, потому что все, что они до этого нафилософствовали, извините, оно оказалось, разбилось, а риф реальности, а реальность оказалась другая. Вот Путин захотел и сказал, а я плевал на вас, на всех, вы мне ничего не сделаете. Вы со мной торгуете, вы от меня бабки имеете. Сейчас чуть-чуть побузите, успокоитесь, а я тут буду делать, что хочу, уничтожать Украину, а дальше еще пойду куда-то уничтожать. У меня ядерное оружие, я им буду размачивать. Да, это правда, ну, частично. Смотрите, Россия очень бедная страна. Почему она бедная? У нее нет дорог, у нее нет инфраструктуры, у нее вообще ничего нет. То есть, с точки зрения современной страны, быстрые поезда, это только между Москвой и Питером, там прекрасные дороги, обслуживание, там экологические нормы и так далее, и так далее. Всего этого в России нет. Поэтому это бедная страна, богатая, да, просто, полезными ископаемыми. Вот и все. А вообще-то она бедная страна. Я бы, понимаете, а вот то, что мы называем Западом, это же условное название Запада, это все же, это системы, которые зависят от общественного мнения. Они зависят от людей. Да, я понимаю, что в западном мире гораздо больше политиков, чем государственных действий, которые думают о следующих выборах, а не о следующем поколении. Да, но все равно общественное мнение играет важнейшую роль. Важнейшую роль. И я даже помню, вот в прошлом году был такой, на французском телевидении был такой репортаж в середине зимы, когда французы, в домах которых брали интервью, они говорили, что мы научились как беречь энергию, мы научились жить при низких температурах, мы все это переживем, мы можем это пережить. Да, такое, простите еще раз, такое общественное мнение, конечно же, оно поддерживает Украину, конечно, оно понимает все угрозы со стороны России. Но есть еще и другая часть Франции, которая считает совсем иначе. А давайте я вам сейчас что-то хорошее прочитаю, то, что вас обрадует, и вы мне прокомментируете. Саудовский принц отказался ехать к Путину на саммит Брикс и пригрозил обвалить нефть до 50 долларов. Значит, фактически владелец саудовского трона наследный принц Мохаммед бен Сальман. Он не принял приглашение посетить саммит Брикс, который состоится в Казани 22-24 октября. Хорошая новость. Он обвалит до 50, а потолок сейчас 60, значит, надо будет сделать потолок 40, ну или 30. Что-нибудь такое. Но Саудовская Аравия может, она может серьезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.